Этот пёс попал к волонтёрам два дня назад. У животного был выбит глаз. Содрана кожа на черепе. Несколько дней бродяга провёл на улице в таком состоянии и чудом остался жив. Операция продолжалась два часа. Врачи извлекли из правого глаза дробь. Оказалась полностью перебита носовая перегородка. Уже сегодня животное почувствовало облегчение. Благодаря хирургам и волонтёрам теперь у этого бедолаги началась только новая жизнь. А также появилось новое имя – Гром. Сейчас мы будем проводить непосредственную обработку глаза Грома. Это будет непосредственно антисептические средства, налито непосредственно самурану. Также ему будут сделаны антибиотики. Курс лечения – 10 дней, как минимум. Как сложится дальнейшая судьба Грома, пока неизвестно. Скорее всего, волонтёры передадут его в приют. История Грома, увы, не единичная. Александра Лебединская, руководитель зоозащитной организации, может вспомнить несколько таких случаев жестокого обращения с животными в Кустанае. Буквально недавно у нас был пёс с переломом бедра. У нас есть собаки с перебитыми позвоночниками. То есть, ну, на самом деле, очень большой объём травм и жестокость, она повсеместно растёт. Жестокое обращение с животными подпадает под статью Уголовного кодекса. Если это деяние совершено из хулиганских побуждений или из применения садистских методов, либо в присутствии малолетних. Указанные деяния наказываются штрафом в размере до 200 месячных расчётных показателей, либо исправительными работами. Привлечением к общественной работе на срок до 180 часов, либо арестом на срок до 60 суток. В Казахстане было несколько случаев, когда за садизм приговаривали к 10 суткам. В России совсем недавно большой резонанс получил отдела хабаровских живодёрок. Они брали из приюта щенков и котят и жестоко их убивали. За многократные издевательства преступниц приговорили к двум месяцам лишения свободы. После столь мягкого приговора во многих городах СНГ прошли митинги с требованиями ужесточить наказание за садизм в отношении животных. Кустанайские зоозащитники также разделяют это мнение. Алексей Басарнов, Екатерина Яковкина, Дмитрий Кочетков, РТН.